Помните историю, когда двоюродный брат Кадырова, действующий и ныне префект Шалинского района, убил молодую семью в ДТП? И огромный резонанс был вокруг этой истории. Тогда эти МВД на своем официальном сайте написали, что его вообще не было там за рулем, он типа в машине вообще не присутствовал, там был какой-то другой человек, типа они что-то разбирают. Ассаламу алейкум, бро! Рады тебя видеть! Сегодня в телеге у тебя слушал запись и такое чувство, что у кадыровцев ориентационный сбой, как будто петушиные ветра задули, даже жаль их стало. Ассаламу алейкум, ассаламу алейкум, бро! Мы это послушаем, я специально себе заготовил эту тему, это нужно прослушать. Я получил очень такое серьезное удовольствие от прослушивания этой записи, мы ее иншаллах чуть позже, ибо он все вместе послушает. Томсо, меня мучает один вопрос, вышла ли Диана на работу? Митрандир и Роландур, мы, я думаю, мы это узнаем чуть попозже. Томсо, как ты думаешь, Диана выйдет на работу? Так, ладно, раз уже у нас много вопросов по этой теме, давайте начнем с прослушивания этого ролика. Адат выложил сегодня у себя на канале голосовое сообщение какого-то сотрудника кадыровского МВД. МВД, он жалуется на то, что какой-то чувак из МВД, свою методичку, которую им прислали, что там нужно за какие-то там, писать какие-то комментарии в поддержку кадырова, он как есть эту методичку взял и выложил. И вот здесь есть субтитры, давайте посмотрим. МВД сотрудники, у нас комментарии, язин, а, Диан Балтий, язин, понедельник, мюх, подразделения Руюхуарду, у нас комментарии, язин, чум, дайякит и ег связи, ваал, цер, старшивы, и аш-эбисне, дэээ, истях, азима, хэл, дочун, язин, мы даем это, пишем позитивном плане под публикацией с хабибом. К примеру, язин, язин, что ты ги хэл, хэл, ца, диз, и ваак, чак, ваал, хэл, ца, и хум, язин, цаха, дизи, ха, ха, хаяц, ка пирвати, встави, ца, йези, ха, юх, аж, ха, титкаш, паунаш, ты, вы, МВД, ина, уас, ваак, чак, ваал, ца, и ваапши, гасх, муат, кийеч, вуац, и пруф, пригодна, вуац, и вопрос, паста, витин, ицу, лауду, хаяц, и ша маяр к примеру год удастся на безнятой царь дэнсу не связанчун так я к тейши публикация сразу и яг милву ажи чаш связи до вленьш и штихуарду и минув комментарии шиаз ваш харум шдешь но кичуах милвикук сунах кгетра каждый третий житель в Но в МВД они очень нежно ждут, ждут, но не бойцы детям. Из образования, из спорта, в МВД существуют BIG личный состав. Выдавшие ММИ, журав, бабы и МВД выжили. Потому что вы можете перечиться с этим ключом. В этом случае вы можете копировать. Вас же мы должны придержать. Вы должны уйти идти. Вы представляете, какой будет резонанс в СМИ, если эту публикацию увидят, на нее акцентируют внимание. Так вот, на нее уже акцентировали внимание. Огромная благодарность Адет за то, что они это выложили, снабдили это субтитрами. Это реально очень смешно. Человек из МВД возмущается, он говорит, почему, говорит, мы такие дурые? Вот есть разные министерства. У них, говорит, еще больше людей, чем у нас в МВД. Но у них не бывает таких косяков, таких проколов. Почему они у нас бывают? Почему эти люди настолько тупые? Он задается вопросом. И главное, он сетует на ВВК. ВВК это военно-врачебная комиссия, которую проходят, ну должны, по крайней мере, проходить все сотрудники правоохранительных структур, когда устраиваются на работу. И как бы на этой комиссии должны проверять их умственные способности. Но как ты понимаешь, возмущенный товарищ из МВД, там не сильно проверяют ваши умственные способности, учитывая, кто у вас находится во главе республики, кем он окружен. Посмотрите на того же Весмурадова, этого Абузейда, по кличке Патриот. Ты когда-нибудь задавался вопросом, проходил ли он вообще в своей жизни какую-нибудь комиссию? Не то, что ВВК. Вообще какую-нибудь комиссию этот человек пройдет, он IQ-тест сдаст? Что-нибудь вообще в своей жизни он сдаст? Какой-нибудь экзамен в школе он когда-нибудь сдавал? Ты вообще задавался этим вопросом? Почему ты удивляешься тому, что у вас на работе тупые люди? У вас в республике управляют тупые люди. Соответственно, они себя окружают такими же тупыми людьми и на работу берут таких же тупых. Поэтому не нужно удивляться. Прими это как данность и работай с этим. Ну это, конечно, очень сильно, когда приходит методичка типа, пишите комментарии, там бла-бла-бла, вот такие одобрительные. Вот, например, к каким-то публикациям. И чувак это читает, и он даже не вник в смысл того, что ему прислали. Он просто взял, как есть, это скопировал вместе с ссылками со всем и куда-то выложил где-то комментарием в пост. Человек боялся, что эта тема станет достоянием общественности. Но, увы, она уже таковой стала. А Диана, про которую он там говорит, что когда Диана выйдет на работу, они узнают, кто этот человек. Сейчас все в чеченском сегменте социальной сети, все теперь ждут, когда Диана выйдет на работу. Мы все прям ждем. Мы хотим тоже узнать, кто этот чувак. Явите его, пожалуйста, народу. Диана, ты только скажи, где тебя найти. Диана, в тренде. Какие же вы, долбые ящери, что не день так косячите? В общем, всех уволить задним числом. Не, нельзя ни в коем случае этих людей увольнять. Они должны нас веселить. Вообще, вот это вот, эти косяки МВД, почему они только сейчас на это обратили внимание, я не знаю. Помните историю, когда двоюродный брат Кадырова, действующий и ныне префект Шалинского района, убил молодую семью в ДТП? И, ну, огромный резонанс был вокруг этой истории. Тогда эти МВД на своем официальном сайте написали, что его вообще не было там за рулем, он, типа, в машине вообще он не присутствовал, там был какой-то другой человек, типа, они что-то разбираются и так далее. Потом Кадыров официально признает, что за рулем был его двоюродный брат. МВДшники просто удаляют это сообщение, вместо него выкатывают другое. Это ли не полнейший идиотизм? Вот это действительно косяк из косяков. То, что сейчас, это, ладно, конфуз какой-то такой, а там действительно величайший косяк. А кто слил эту информацию, интересно? Я думаю, это тоже Диана разберется в этом вопросе. Мы сейчас все ждем Диану, когда она выйдет на работу. Я думаю, что она проведет расследование. Я имею в виду разговор этого мента, кто слил. Я думаю, что есть люди, которые косяки Кадырова сливают, поэтому Кадыров боится своего сотрудника. Я и говорю, мы об этом тоже, наверное, узнаем, когда Диана выйдет на работу. Мы ждем выхода Дианы на работу. Все ждем. Сейчас Диана будет главным мемом. Диана будет главным мемом.